Уважаемый господин Моди, уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемый президент Зума и президент Мишель Темер, я хотел бы начать как раз с нашей общей стратегии. Мы с вами знаем, что на основе принятой в прошлом году на саммите БРИКС в Уфе в России и в стратегии экономического партнёрства БРИКС готовятся к запуску новые крупные совместные проекты, прежде всего в области технологической, промышленной кооперации, энергетики и агроиндустрии. Мы настроены на расширение контактов и в других сферах – в науке, образовании, культуре, в вопросах социальной политики, здравоохранения и спорта. Поддерживаем сотрудничество по линии парламентов, регионов, профсоюзов, молодёжных организаций и гражданского общества. Уважаемые коллеги, мы видим действительно, что в мире обостряются противоречия, усиливается неравномерность в развитии между богатыми и бедными странами, ожесточается борьба за ресурсы, за доступ к рынкам сбыта, контроль над транспортными артериями. На этом фоне растёт и конфликтный потенциал, множатся очаги напряжённости. Здесь вот только что коллега из Бразилии говорил о затяжном кризисе, в которой погрузился Ближний Восток, Северная Африка. Спровоцированные извне гражданские войны, дезинтеграция госструктур в Ираке, Ливии, о чём с озабоченностью сейчас говорил президент Зума, Йемени превратили этот регион в пространство хаоса и плацдарм для международного терроризма, который всех нас беспокоит. Спровоцировали неконтролируемую волну миграции. Экспансия ИГИЛ и объединившихся под его знамёнами экстремистов буквально всех мастей стала реальным вызовом безопасности, в том числе для наших стран и для России, для её южных границ. Наиболее опасная ситуация сложилась в Сирии, о которой здесь уже говорилось. Поэтому мы откликнулись на просьбу законного, хочу это подчеркнуть, законного правительства этой страны о помощи в борьбе с террористическими группировками. Действия российских воздушно-космических сил позволили нанести очень серьёзный удар по террористам, по их инфраструктуре, сохранить сирийскую государственность, что на самом деле, на мой взгляд, является абсолютно ключевым элементом. Вместе с другими партнёрами нам удалось в ряде районов Сирии установить режим прекращения огня, начать межсирийские мирные переговоры, потому что окончательно конфликты подобного рода могут быть решены исключительно политическими средствами. Убеждены, реально противостоять угрозам терроризма можно только объединив усилия всех заинтересованных государств. В целом, совместные действия международного сообщества нужны и в решении других сложных проблем, в том числе стоящих перед мировой экономикой, о чём здесь и господин Моди говорил, и господин Сейдзиньпинь. До сих пор, к сожалению, не преодолены последствия финансового кризиса 2008-2009 годов. Глобальный рост всё ещё неравномерен и очень хрупок. По прогнозам, на докризисный уровень темпы развития выйдут только не раньше 2019 года. Среди сдерживающих факторов – волатильность валютных и сырьевых рынков, несогласованность мер монетарной политики, высокие долги развитых экономик. В этой связи мы поддерживаем приоритеты китайского председательства в двадцатке, направленные на стимулирование глобальной экономики, прежде всего за счёт внедрения в жизнь современных технологий. Приветствуем интенсивную работу Китая и председателя Сейдзиньпиня по подготовке начинающегося саммита группы 20 и субстантивного пакета его итоговых документов. Отрадно, что многие из них развивают договорённости двадцатки, которые были достигнуты в ходе нашей совместной работы в Петербурге, в России. Важно усиливать позиции наших государств и в мировой финансовой системе. Я хочу поздравить наших китайских партнёров с тем, что 1 октября 2016 года юань будет включён в корзину специальных прав заимствования МВФ. Государства БРИКС уже добились увеличения до 14,89% своей общей доли в капитале фонда, вплотную приблизились к блокирующему порогу в 15%. И, безусловно, нужно двигаться дальше, продвигая реформу МВФ. Требуется вывести на полноформатные режимы работы созданный БРИКС полусловных валют, валютных резервов и новый банк развития. Я здесь полностью с коллегами согласен. Принять стратегию банка, предусмотреть кредитование в национальных валютах, перейти к финансированию конкретных проектов. Большую обеспокоенность вызывает ситуация с ВТО, о которой здесь тоже упоминалось, которая из-за стагнации дохинистского раунда переговоров теряет авторитет, утрачивает статус единственной универсальной переговорной площадки по выработке правил мировой торговли. Как результат набирают обороты процессы создания закрытых объединений, например, трансатлантическое и транстихоокеанское партнёрства, которые не дополняют, а стремятся подменить собой ВТО. Считаем, что это ответ некоторых наших партнёров на сложности, с которыми столкнулись в ходе переговоров в рамках ВТО. Но это не лучший способ решать проблемы. Лучший способ – это всё-таки договариваться и найти способ выйти на компромисс. Россия выступает за гармонизацию региональных экономических форматов, причём на основе норм и принципов ВТО, принципов прозрачности и уважения интересов друг к другу. Именно в таком ключе мы выстраиваем деятельность Евразийского экономического союза, ведём переговоры о его сопряжении с реализуемым Китайской народной республикой проектом экономического пояса Шёлкового пути. Убеждён, всё это способствовало бы созданию в перспективе большого евразийского партнёрства, открытого для взаимодействия со всеми заинтересованными государствами и интеграционными союзами. Рассчитываем обсудить подробно перспективы развития нашего объединения на предстоящем 15-16 октября саммите в ГОА в Индии. И в этой связи желаем господину Моди всем нашим индийским друзьям успехов в его подготовке. Благодарю вас за внимание.